Да, да. Я, наверное, так вот вставлю. Глупоповажаемый Алексей Иванович, глупоповажаемые коллеги, очень приятно, что даже в третий день в зале много людей. И тему, которую мы сегодня рассмотрим, это сиппинговое питание варит. В первый день уже в этом зале, в 9 утра, мы подробно рассматривали истощение варит, ее формы. Я сегодня не буду говорить ничего о саркопении, потому что это уже было сказано в первой лекции. Ну, в начале, конечно, меня сегодня все поздравляли с днем анонизиолога-ренематолога 16-го. Я вас тоже поздравляю. Но у меня двойной праздник, потому что сегодня же еще день нутрициолога, так скажем. Сегодня всемирный день здорового питания. Если кто не знает, вот такая картинка, видите, с красным знаменем, с революционным. Поэтому совпадают каждый год две даты. День нутрициолога и день ренематолога. Вот. Значит, мы начнем с вами с нутриционной подделки. Нутриционная поддержка – это комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленный на своевременное выявление, предупреждение, коррекцию недостаточного питания с использованием парентерального и энтерального питания. И начнем мы, конечно, с недостаточного питания. Это статья, которая вышла ровно 20 лет тому назад, в 2003 году, где мы постарались дать определение недостаточного питания у больных, потому что такого определения не было. Ну, кто-то попробует, может быть, получится у кого-то лучше определить это состояние. Мы это определили так. Недостаточное питание – это патологическое состояние, обусловленное несоответствием поступления и расхода питательных веществ, приводящие к снижению массы тела и изменениям компонентного состава организма. Вот журнал «Лечащий врач», соответственно, третий номер 2003 года. Сегодня мы знаем экономические последствия недостаточного питания. Это 12% и более расходов на здравоохранение. Вот это тот багаж, который, значит, дает нам недостаточное питание. И мы сегодня знаем, что индекс массы тела не является показателем состояния питания больных. Посмотрите. Реквием по индексу массы тела в клинической практике. В 2017 году статья вышла из католического университета «Пилотас». Кстати, вы знаете, что католические университеты всегда создавались в Европе, да, они и сейчас функционируют и большое внимание уделяют развитию науки. Вот помню, в Риме проходил конгресс по саркопении, он проходил, я на нем присутствовал, в Ангелиуком центре, это Папская Академия Наук Ватикана. И три дня мы там проводили конференцию о молекулярных аспектах, о лечении саркопении, кахексии. Вот такие вот вещи. И что в этой статье? Посмотрите. Саркопения, то есть потеря мышечной массы и силы, которая встречается у людей с хроническими и острыми заболеваниями, не диагностируется по индексу массы тела. Кроме того, распределение жира, жировой ткани, также не зависит от индекса массы тела. Индекс массы тела, как традиционный инструмент для оценки степени истощения и ожирения, не точно определяет компоненты массы тела, и поэтому его не следует использовать для принятия клинически важных решений конкретным больным. То есть в системе доказательной медицины места ему не осталось. Потому что доказательная медицина это четкое и беспристрастное использование всех имеющихся средств для оказания помощи конкретным больным. Дэвид Сакет. Определение. Что такое доказательная медицина? Дэвид Сакет. Так он определил в 1979 году. Нарушения питания бывают недостаточное питание и, естественно, избыточное питание. Мы сегодня не будем говорить об избыточном питании и ожирении. Мы остановимся с вами на недостаточном питании, которое различают, видите, разные формы его, алиментарное истощение, саркопения, кахексия и синдром фрейлити или синдром разбитости у больных. Нутриционная поддержка. Более 170 тысяч публикаций вот мы насчитали в Медлайне на 23-й год. Даже и не то, что прочитать, наверное, даже скачать их трудно будет. И в 22-м году 8 тысяч, а так по 10 тысяч. То есть каждый день выходит 30, да, в Медлайне на тему по запросу нутриционная поддержка работ. Это оксфордский словарь о пище и питании. Я люблю пользоваться англо-английскими словарями, потому что они более точно определяют. И здесь вот определяется нутрицию, это питание по-латински. Соответственно, нутришнол это питательный, дословно будет нутриционный. Ньютритив это пищевой, дословно относящийся к пище. Видите, организация нутриционной поддержки Великобритании, это в больницах руководство. Это американское руководство, гайдлайн, практические аспекты нутриционной поддержки, видите, опять же. И нутрициологи, вот такая симпатичная девушка, врачи-нутрициологи, работающие в США. То же самое Великобритания, посмотрите, нутриционная поддержка взрослых и детей, учебник до клинической практики. Это наша тоже книжка, конца 2018 года, клиническое питание и нутриционная поддержка. Нутриционная, но не пищевая, потому что парентеральное питание, конечно же, не пища, и энтеральное питание уже не совсем пища. Это скорее такой вот медицинский препарат уже, и уже через аптеки, через фармакопею закупаются и назначаются пациентам. Это специализированное уже такое направление. Поэтому нутриционную поддержку в широком смысле можно, конечно, включать пищу, но никто не включает. Есть просто питание понятия, нутришин. А если идет суппорт, то есть это уже временное замещение жизненно важных функций, в частности, пищеварения и питания при недостаточности или невозможности приема обычной пищи. То это парентеральное и энтеральное питание. И задача нутриционной поддержки – это оценка нутриционного статуса пациента. Так правильно говорить. Не питание больных. Потому что питание будет непонятно, что это. Это что больной съел или как он выглядит. Затем мы должны у каждого пациента рассчитать его энергопотребности и примерно определить потребности в белках и других нутриентах. И затем уже при необходимости, при наличии показаний и при отсутствии противопоказаний назначить энтеральное и парентеральное питание. А что происходит обычно? Ну, обычно назначается вот сразу. То есть больной поступил и уже флакон. Никто этот путь не проходит. То есть он еще в приемном покое, а уже ему дежурный врач назначает. Он же не ел у нас больную неделю. Значит, надо назначить ему уже что-нибудь. Глюкозу хотя бы. Или что-нибудь такое уже. А если хорошее отделение, то уже и найдут какой-нибудь препарат энтерального питания хороший. Но начинать с конца не надо. Я вас убеждаю в этом. Потому что есть показания, кому необходимо энтеральное питание. Основных ситуаций три. Больной не может принимать или усваивать обычную пищу. То есть ему уже пищу давали. И она уже не пошла. Отсюда вопрос. Диетологи могут помочь? Ну, если диетолог-нутрициолог, то есть он уже прошел обучение по энтеральному питанию, он, наверное, может назначить продукты энтерального питания. Если он диетолог-нутрициолог. Сейчас об этом все говорят. Тут в Москве будет съезд в начале ноября, который называется уже, какой там он, 18-й конгресс нутрициологов и диетологов России. То есть уже 18 конгрессов в Москве собираются, посвященные столетию Академии наук. Открывать будет президент РАН, Академия наук. И вице-президенты будут в президиуме. И, кроме того, Академик Тутыльян, директор института питания, сейчас научный руководитель. То есть у нас есть ассоциация нутрициологов-диетологов. У нас просто нет нутрициологов врачей. Ассоциация у нас есть. И съезды проходят регулярно. Вторая ситуация. Больной питается, но при этом прогрессивно теряет массу тела. И если он теряет более 5%, ну меньше оно незначимо, Александр Ефимович подтвердит. Ну 10% уже тяжело, да? А вот плюс-минус килограмм-два, оно всегда меняется. Утром взвесился, вечером взвесился. Вес же он не одинаковый. Тем более у пациента на койке. Поэтому 5%. Ну считается 5 за месяц, да? И 10 за полгода. Мы уже не будем уточнять такие вот значимые потери. И третья ситуация. Больной исходно имеет низкую массу тела. Индекс массы тела менее 18,5. Хотя он уже устарел, но если уже есть общее истощение, мы все-таки по нему, видите, мы не можем, конечно, прогностически все определить. Потому что 18,5 чего там, опять же, непонятно. Жира, воды или скелетно-мышечной массы осталось. Мы тут не видим компоненты тела. В нашем приказе 330-м менее 19-ти. Огромная заслуга профессора Поповой Тамары Сергеевны, которая была нашим президентом много лет. И слава богу, сейчас здравствует и дай бог здоровья. Которая пробила приказ 330, в котором и энтеральное питание регламентировали, и дали таблицу, в которой написано индекс массы 19. Это хорошо, потому что мы раньше должны выявлять больных с недостаточным питанием. В Европе 18,5, у нас 19. То есть мы раньше должны. Но по факту, я вас убираю, пока у больного не будет индекс массы 17 или 15, никто даже не подумает, позвать там какого-то нутрициолога поискать. То есть больных будет вести до стадии тяжелого истощения. И не бить тревогу при этом, конечно. А европейские рекомендации, они называются SPN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. 2019 года появились они. Европейские рекомендации по, называется, клиническому питанию варит. Значит, они регламентируют так, таким образом. Если пероральное питание в течение 48 часов невозможно больному организовать, то больные должны получать раннее энтеральное питание. Преимущества его известны. Это стимуляция перистальтики кишечника, улучшение висцерального и сплантнического кровотока, восстановление состава микробиоты. Очень много внимания уделяли. И вот я в своем докладе в одном на этом съезде уже сказал о том, что микробиота решает прогноз во многом. И сегодня, Анатолио Белвородово, и вчера, и мы слышали прекрасные доклады о роли микробиоты. Так как ее поддерживать? Не антибиотиками же, а не пробиотиками в реанимации. Пробиотики запрещены. Живые бактерии, любые, могут вызывать сепсис. Кроме того, они приобретают факторы патогенности. Поэтому использование живых пробиотиков однозначно запрещено. Варит, по крайней мере. Могут использоваться метабиотики, постбиотики или пребиотики. Или убитые. Есть такие, да? Бакти, там мы же не будем. Бакхистатин, да? Вот бакхистатин нельзя, вызывал сепсис. А бакхистатин убитый можно, вроде как говорят. Там нет живых бактерий. Но они мало чего и дадут. Для нашей микробиоты. Убитые. Усиление иммунной защиты. Потому что иммунитет живет в кишечнике. А не где-то еще. Не в тимусе, там не в лимфоузлах. А в лимфоузлах, но кишечника. В частности, первые бляшки. Первый уровень стимуляции. Потом массивная лимфоидная ткань толстой кишки. И по объему иммунных органов толстая кишка, это на первом месте. Это лидер по иммунной ткани организма. И отсюда профилактика гнойно-инфекционных осложнений, сепсиса и полиорганной недостаточности. Как писали, да, сепсис это недренированный кишечник, да. И сепсис начинается с кишечника. Наверное, в этом правильно. Это когда кишечник стоит. Причем раннее энтеральное питание предпочтительнее, чем раннее парентеральное питание. Раньше, конечно, мы этого не знали. И, конечно же, больному всегда обеспечивали вначале парентеральное питание. С постепенным переходом на смешанное и на энтеральное питание. Вот сегодня этого делать нельзя. А в случае противопоказаний к энтеральному питанию, вот я говорю, надо вначале определить показания, противопоказания. А в случае противопоказаний к энтеральному питанию, парентеральное питание начинается через 3-7 дней. Это европейский гайдлайн варит. 3-7 дней. Не сразу. Не на следующий день. Кто у нас соблюдает эти? Ну, я думаю, что единицы. Рекомендации. Конечно, не соблюдают. А когда энтеральное питание должно быть отложено? Шок. Тяжелый шок, некупируемый вазопрессорами. Гипоксимия, гиперкапния, ацидоз. Сосудистая мезонтериальная ишемия кишечника. Продолжающееся кишечное и желудочное кровотечение. Абдоминальный компартмент-синдром. Тонкишечные зонды, свищи с высокой продукцией, с выбросом содержимого кишечника. Или выброс, сброс по зонду более литра в сутки. То есть, когда нельзя кормить, необычно, неэнтерально. Что надо делать? Ждать. Три дня минимально. Ну, два дня, да? Говорят, три-семь дней. То есть, два дня вы должны подождать. То есть, постараться что? При этом не ждать, а лечить шок. Налаживать режимы вентиляции, чтобы не было этих показателей гиперкопнии и гипоксии. Это все делается другими методами. Кровотечение останавливать, желудочное там, каким-то образом. Это тоже эндоскопически можно сделать, или хирургически. Вот. И, соответственно, потом только мы можем начинать, опять же, энтеральное питание. А проэнтеральное питание только через три дня. И вот мы переходим к теме, которую мы заявили. Методы доставки энтерального питания. Раньше мы знали, что энтеральное питание это зондовое. Да, других возможностей не было. Да и смеси были невкусные. Вот когда вводили нутрихим. Вот мы в отделении готовили. Это наш российский, в Склифосовском разрабатывался препарат. Он химусоподобный. На все отделение шел запах туалета, простите. Или кто-то там по-большому сходил. Его невозможно было пить. Его вводили через зонд глубоко туда, потому что наши хирурги, военно-медицинская академия, когда мы готовили этот нутрихим, все выбегали, что случилось. В отделении такой запах пошел. Вот. Сейчас мы пришли в эру вкусных смесей. Вот отсюда появился, я расскажу, сиппинг. Или на Западе называется пероральная нутриционная добавка. Oral Nutritional Supplement. Или Supplements. Это так называется. ОНС. А зондовое питание проводится трансназально. Это может быть назогастральный, назодональный, назовинальный зонд. Эндоскопический. Это может быть перкутарная, эндоскопическая гастро- или июностомия, или сочетный вариант. Или хирургическая, в старый метод, да, гастростома. По Вицелю, по кадру, штамму. И какие хотите эти самые другие способы. Сиппинг. Это прием питательной смеси через рот, медленно, маленькими глотками, со скоростью 100-200 мл в час. Больной лежит у вас, варит. Вы даете ему баночку, говорите, но пейте медленно. То есть как, глоток сделал, 5 минут отдыхай. Зачем это сделано? Это полностью имитирует зондово-капельное желудочное введение. Назогастральный зонд не ставится, но больной с такой же скоростью пьет. И у него усваивается медленно. Зачем зонд тогда ставить, когда он может медленно пить? Откуда слово сиппинг? Есть, во-первых, засип. Засип – это маленький такой глоток, небольшой глоточек. Засип. Есть глагол тусиппинг. Это пить что-то медленно. Допустим, горячий чай, кофе, маленькими глоточками. И есть сипфидинг. Это медленное кормление маленькими глотками. Опять же, я ссылаюсь на имеющийся у меня лично словарь. Лонгман, дикшнери. Где объясняются вот эти вот понятия англоязычные. Пероральное питание методом сиппинга проводится. Медленно, по 100-200 мл в час. Перорально. Используются смеси любые. Стандартные, высокоэнергетические, полуэлементные. Они сейчас тоже достаточно вкусные. Можно их употреблять перорально. Или специальные, печеночные, почные, диабетические и так далее смеси. Пероральный сиппинг необходимое условие. Возможность больного самостоятельно глотать. То есть он должен быть в сознании. И не было, чтобы у него дисфагии. Тогда сиппинг. А какие показания к сиппингу? Нарушение жевательной функции. Это же показания. Когда он оживать-то он не может. Поражение слизистых оболочек, полости рта. Мукозиты и так далее. Пищевода. Дисфагия при приеме твердой пищи, когда жидкое проходит. Или субкомпенсированный стеноз желудка выходного отдела, когда он субкомпенсирован. Раньше мы, конечно, сразу ставили зонт за место стеноза. А сейчас, если он может пить, он может пить. А вот все другие состояния, отсутствие сознания, сопркома, нарушение глотания, полная дисфагия, непроходимость пищевода, желудка или кишечника, декомпенсированный стеноз или же постоянный ВЛ, когда больной с седацией находится то же самое. Это требует уже зондового питания. Назогастральный зонд, назогастральный, гастростома, ионостома. Желательно, конечно, в щадящем перкутарно-эндоскопическом варианте. Это называется гастростомия без лапаротомии. Вот это вот эндоскопическая перкутарная гастростома. И наборы для этого есть. Никто не будет сейчас делать. Хотя хирурги, когда я приношу наборы и своим больным ставлю, они говорят, давайте мы лучше хирургическую сделаем гастростому. Нам это проще. Да и это им выгоднее, потому что и денег больше больница заработает. Гастростома все-таки операция. А тут что, пришел эндоскопический, просветил, в самом же отделении орит. И ткнул, и поставил нитку, и поставил эту трубочку. Потом удалил ее без вышивания, без всего. Это же для хирурга, это не манипуляция. Это вообще эндоскописты делают. Даже и хирурга не приглашают. Это вот наша статья, вестники анестезиологии и ренематологии в 2015 году, которая называется «Сиппинговое энтеральное питание, клиника фармакологический анализ и возможности использования в интенсивной терапии». По-английски «Сиппинг энтерал нутришн». Вот, где представлены 13 были тогда наиболее часто применяемых в нашей стране смесей для перорального питания больных. Сегодня мы имеем, я только в качестве примера показываю, мы имеем огромный выбор. Это больше 50, уже больше 100 сиппинговых препаратов. Я даже никогда не считал их. Каждая компания, производитель делает вот такие варианты, как здесь представлены. В чем преимущество вот такого сиппинга? Посмотрите. В 200 мл 18,8-19 граммов белка. Это очень много. Если бы это было молоко, да, 3% белка, то было бы 6 граммов, а тут 18. Второе, в чем преимущество? Три баночки в день. Это 60 граммов белка. Этого вполне достаточно пациенту на сутки. Потому что 0,8 грамм белка на килограмм массы тела, это минимальное для баланса, обеспечивающее количество белка. Конечно, вы скажете, у больной же катаболизм, да, больному надо больше белка. Да, дадим больше, но позже дадим. И я рекомендую продолжать сиппинговое питание, даже когда больной начал есть. Тогда мы оставляем две, а потом одну баночку. Потому что он все равно не наест столько белка полноценного. Это 100 граммов говядины, это и есть 18 грамм белка. Вот в одной баночке. 300 грамм говядины он, уверяю вас, не съест. Причем никто ему не даст 300 грамм говядины в день. Такое количество мяса. Хорошо, если 100 будет. Диабетические смеси. Тоже 18 граммов белка, пищевые волокна. И низкий гликемический индекс. Любые диабетические смеси и ресурс диабет, я привожу, и другие смеси, других компаний, имеют такой низкий гликемический профиль, который позволяет использовать при гипергликемии и при сахарном диабете любого. Первого, второго или третьего типа. Диабет третьего типа, вы знаете, что такое, да? Это диабет на фоне хронического панкреатита. Это сам диабет третьего типа. Ресурс, выбор, значит, то есть инсулин зависимый, первый тип, инсулин независимый и на фоне хронического панкреатита любой тип сахарного диабета и даже несахарного диабета тоже подходит. Поэтому при нормальной или избыточной массе тела мы выбираем протеин, потому что тут необходимо калории убавлять и больным с избыточной массой тела, а белок обеспечивать. Если пониженная масса тела, ресурс 2.0, там больше энергии, 400 килокалорий в одной баночке. То есть три баночки уже 1200 получаются. Ресурс файбер, это с волокнами смесь, назначается на второй неделе энтерального питания. Ресурс диабет, нарушение углеводного обмена. И ресурс оптима, это сухая смесь широкого применения. Потребности в белке. Посмотрите, рекомендация. В первый-второй день ограничение энергии до 50-70% осуточной потребности. Профилактика рефидинг-синдрома. То есть в первый день мы не даем больше 50. Ну то есть больше 1000 килокалорий. 800-1000 мы так и даем. Острая фаза, ранний период. А затем повышение белка, видите, минимум 1 грамм. Ну вот 0,8 в принципе уже хватает. И мы же не можем использовать парантеральное питание. Нельзя его суммировать. Оно не проводится первые 3 дня, говорит. Я всем говорю, парантеральное питание нужно... Вот раньше у нас в академии было. Мы закупали и мы выдавали сами клиникам академии, в Одиноместеринской академии, выдавали эти флаконы аминостерила, аминоплазмаль, вамины и другие. И я рекомендую отдельное это парантеральное питание заведующему ОРИД поставить, запереть в шкаф, а ключи забыть дома. Парантеральное пока нет. Я ключи дома забыл. Более того, оно дорогое. Почему мы так сейчас относимся негативно к парантеральному питанию? Во-первых, есть такое понятие аутофагия, и не надо ее подавить в первые дни. Во-вторых, есть такое понятие, как катетерный сепсис, который очень часто, очень хорошо получается при ведении парантерального, центрального даже, парантерального питания. Поэтому потом не будем разбираться, какой сепсис катетерный был, из-за парантерального питания или какие-то еще причины. Будет сепсис. С третьего дня, четвертого, повышается до 80-100% по энергии, но европейские рекомендации ОРИД пишут при условии измерения непрямой калориметрии с помощью метаболографа. То есть, если у вас его нет, вы даете все равно 80% от рассчитанного. Допустим, 25 килокалорий на килограмм мастел в сутки получается у вас для больного. Немцы говорят 24. А почему думают 24 килокалории? Оказывается, это физиология написана. Энергообмен одна калория на килограмм в час, а в сутки 24 часа. Поэтому немцы говорят 24. Мы говорим 25. Значит, и повышение белка иногда до 2 граммов, но я таких, правда, больных не помню, чтобы до 2 грамма, это уже спортсмены какие-то, если они там качают белок. Ну, 2 грамма мы, конечно. Это, кстати, если масса тела 70, 140 граммов белка. Ну, где же его столько дашь, только энтеральным путем? Как говорится, столько не съешь белка. Столько мяса не съешь. Центр мяса не съешь. Даже 500 грамм много будет. Будет диарея, вызванная перебором мышечных волокон в кале. И посмотрите, рекомендуемое при нестабильном состоянии минимально 20-25 килокалорий, при среднем 25-30, при максимальном, это при кодоболизме и гиперметаболизме. И вот повышение белка, ну, лучше до полутора, конечно. С одного грамма на килограмм в день до полутора. И вот рекомендуют, посмотрите, для пациентов с серьезным дефицитом массы тела и старческой астении, тогда до 30 килокалорий поднимается. А так, конечно, 25, хотите 24, как немцы. Они очень четкие. 24, говорят. Значит, и белок. 1 грамм на килограмм у пациентов пожилого и старческого возраста, а у молодых больных где-то больше 1 грамма. Ну, 1,2 достаточно будет, 1,3, некоторые пишут. А соотношение углеводов и жиров 70 на 30. Для больных на ИВЛ 50 на 50. И есть такие смеси пульма. Я думаю, что сегодня в докладах, вот профессор Шестопалович покажет вам, и будет еще у нас секция сегодня. И, конечно, нужно понимать о питании митохондрии, о роли нутриционных компонентов, потому что митохондриальная дисфункция, которая приводит к потере мышечной массы, она связана с тонкими нарушениями биологического окисления. И посмотрите, персистирующая митохондриальная дисфункция, которая наблюдается при критических заболеваниях и проявляется повышением лактата, снижением АТФ, потенциальными факторами могут быть витамины, кофермент Q10, селен, карнитин. Дефицит карнитина приводит к мышечной слабости, саркопения, кардиомиопатии, инсулинорезистентности, кето-лактатасидозу, анемии. Соответственно, у нас есть препараты, это не БАДы, препараты внутривенного введения, по одному грамму в сутки, или перорально, или парентерально. И показания, посмотрите, критические состояния, то есть, ну, каждый больной, наверное, нуждается в этом. Вот пример, я уже заканчиваю, вижу, время осталось. Посмотрите, это пациентка, сколько может прибавить больная? Вот 50 лет наша пациентка, ей 57 лет. У нее масса тела снизилась, 37 была. Саркопения. Сколько может больная прибавить на фоне энтерального питания плюс карнитин? Вот смотрите, за два месяца она прибавляет, я вам покажу дальше, вот, 9,5 килограммов, из которых жира 2 килограмма, тощая масса тела 7. Вот это с ноября 19 по январь 20. Посмотрите, как надо, это энтеральное питание только делает. А вот это данные этого года, вот она же в апреле, она прибавила 17 килограммов, сейчас где-то выровняла соотношение тощей массы и жира. Ну, сколько можно прибавить? Да сколько хотите, хоть 50. Если кормить правильно, ну, надо, конечно, не жировую массу тоже увеличивать при этом, но она, в принципе, 52 килограмма сейчас весит. А исходно было у нее немножко побольше, было 60. Она похудела до 37 килограммов. А сейчас 52, это, в принципе, для нее нормально. Значит, и наше руководство, оно есть здесь, вот, посмотрите, эта книга под редакцией профессора и академика Петрикова, академика Хуботи, профессора Поповой, и редактором был в зале Александр Ильич Штапалов, профессор, один из редакторов научных. Прекрасная книга, мы ее вместе писали, поэтому, я думаю, лучше на сегодня вот рекомендовать не могу, чем второе издание 23-го года нашего руководства. Ну, и уже последний слайд. Спасибо за внимание.